Запустили луч памяти. 5 апреля из центра нашего региона был дан старт международному общественно-патриотическому проекту «Звезда нашей Великой Победы». Из Севастополя, Архангельска, Дербента, Владивостока и Брестской крепости одновременно выехали экипажи на ретро-автомобилях. Смысл — сохранение исторической памяти многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. В режиме видеоконференции участников автомарша напустил вице-губернатор Алексей Конышев. Вы выполняете крайне важную и почетную миссию — пронести тот дух патриотизма, которому мы сегодня даем старт в ваших городах, через всю Великую Россию, провести массу встреч, прежде всего с молодым поколением, жителями городов, которые будете проезжать по маршруту следования, и зарядить их дополнительно духом Великого Патриотизма, духом народа-победителя. Автомарш «Звезда Великой Победы» пройдет через города-герои и места воинской славы. В каждом населенном пункте ребята оставят копию знамени Победы. Всего в марше примет участие 125 человек, порядка 100 из них — жители 33-го региона. Боевое братство России, непосредственно сопровождая данное мероприятие, закупило с этой целью 10 УАЗиков «Патриот», 5 Фордов «Транзит» 18 местных микроавтобусов и 5 автомобилей Побед подготовили наши командиры групп. На Малую Родину во Владимир экипажи возвратятся 5 мая, а затем, непосредственно в День Победы, они отправятся в Москву, чтобы на Красной площади развернуть копию флага, с которым штурмовали Рейхстаг. С этим же знаменем участники автомарша пройдут в главе колонны бессмертного полка. Арсений Хуторской, Ян Захаров, губерния 33. Арсений Хуторской, Ян Захаров, губерния 33.